В соседнем районе жених украл члены партии. Юрий Владимирович Никулин – один из самых известных и самых любимых актеров и клоунов советского времени. Я так жалею, что у меня не было возможности побывать ни на одном его выступлении в цирке. Михаил Светлов! Михаил Светлов! У-у-у! Тигель-тигель-тигель-тигель! Фильм «Бриллиантовая рука», который я смотрел бесконечное количество раз и при этом он совершенно не надоедал, стал для меня откровением. Ну что вы, Семен Семенович! Именно Юрий Владимирович стал тем центром притяжения, вокруг которого развернулась потрясающая история, которую любят все, от мала до велика. Ты нам! Дичь! Дичь! Образ слегка глуповатого, но очень ответственного Семена Семеновича, воссозданный Никулиным, я сохраню навсегда в своем сердце. Может, меня даже наградят посмертно. А это знаменитые троица, прогремевшие на всю страну, трус, балбес и бывалый. Недавно мы смотрели этот фильм с дочерью, и она, представитель современного поколения, во время просмотра Шурика ни разу не полезла за телефоном. Как по мне, так это говорит о том, что шедевр Леонида Гайдая продолжает жить собственной жизнью. Ну а персонаж Юрия Владимировича всегда будет бомбардия Киргуду. Первая драматическая роль Юрия Владимировича, с которой он справился настолько хорошо, что кинолента «Когда деревья были большими», стал одним из моих самых любимых фильмов. С лифтом, Агнацина, обезлифтный. Личностный рост бывшего алкоголика и тунеядца Кузьмы и Орданова в исполнении Никулина сыграно настолько правдоподобно, что во время просмотра кинокартины приходила шальная мысль. Но не может так сыграть комедийный актер и клоун. Но Юрий Владимирович смог. Услышал как-то, что живет, мол, Наташа одинокая, дай, думаю, пристроюсь. Ну не учел, паразит, что в таком положении совесть может пробудиться. Они сражались за родину. Тяжелый фильм Сергея Бондарчука о войне. Юрий Владимирович играет далеко не главную роль. Простого солдата, который не собирается геройствовать, он просто хочет выжить в этой мясорубке. Красов. Живой. Особенно запомнился гениальный монолог, в котором персонаж Юрия Никулина рассказывает историю про старушку, вызывая при этом бурную реакцию у сослуживца. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя. Но только ты за свою невидность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми. С тема слез. С старушки. С приступка, дурак. Но давайте поговорим о простых и в то же время гениальных словах Юрия Владимировича. Вот они. Счастье – это очень просто. С утра встаю. Мы с женой пьем кофе. Завтракаем. Я иду на работу в цирк. Потом работаю в цирке. Вечером возвращаюсь домой. Мы с женой ужинаем. Пьем чай. Я иду спать. Я понимаю, что прочитав эти слова, некоторые сразу скажут «хорошо знаменитому актеру рассуждать о своем счастье, когда все хорошо сложилось в жизни». Но прошу вас, обратите внимание на ключевой момент в этой фразе. В ней нет ничего лишнего. Юрий Владимирович не выдумывает себе поводов для страданий. Он просто живет и радуется тому, что у него есть. Ведь наша основная проблема именно в том, что мы все время чего-то хотим, зачем-то гонимся, чего-то требуем, вместо того, чтобы остановиться и начать радоваться тому, что у нас есть. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. И не забудьте подписаться. С вами был Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok